Значит, потребности клиента – это самая большая загадка, потому что никто не понимает, про что идет речь, когда говорят про потребности. Проблема состоит в том, что есть базовые потребности. Базовые потребности – это безопасность и защищенность в интересе и любопытстве. Вторая группа потребностей – это социальный статус, признание и так далее. С другой стороны – поглаживание, социальный груминг, чтобы тебя принимали, одобряли и так далее. Третья составляющая связана с желанием нас восхищаться, получать какие-то яркие впечатления. С другой стороны – самим быть крутыми и демонстрировать всем свою необыкновенную привлекательность. То есть это на основе базовых инстинктов – инстинкт самосохранения, социального иерархического инстинкта и полового – формируются базовые потребности. Но как только мы поднимаемся на уровень выше от этих базовых потребностей к каким-то другим потребностям, у всех возникает просто мозг начинает течь. Потому что небазовых потребностей не существует. Небазовые есть цели и мотивы. Значит, вот люди хотят или им нужно получить что-то и почему-то. Значит, вот что – это цель, почему – это мотив. Значит, вот целью может быть приобретение, ну, наличие жилья. Значит, вот это, ну, что, да, что мне нужно – крыша над головой. И вот дальше мы оказываемся вот в этом множестве самых разных историй. Значит, первое – это, во-первых, аренда или еще что-то, или это покупка. Ну, берем покупку, да, почему люди покупают жилье, почему они не арендуют его, например, да. И дальше у нас возникает куча разных мотивов. Кому-то это нужно, потому что он чувствует себя, там, незащищенным, если у него нету своего собственного жилья, потому что такую ему, как бы, инвазию в свое время сделали во время воспитания. Он может это делать, потому что ему увеличилось семейство. Это другая мотивация, да, нужно, как бы, расселить людей, ну, свою семью. Значит, следующее – другие купили квартиру, вот, очень этим гордятся. Мои знакомые, я чувствую, что я, как бы, сказать, недостаточно правильно строю свою финансовую деятельность. Кто-то понимает, что у него нету других способов инвестирования, и лучше он будет инвестировать в жилье, потому что это стабильнее, в свое собственное. Значит, кто-то делает это, потому что приобретает жилье, потому что ему нужно изменить место дислокации, да, то есть он далеко от работы, далеко от центра, там, или еще что-то. То есть вот нужно всегда понимать, что речь идет не о потребностях, потому что если вы говорите про потребности, то вы начинаете путаться сразу. Потребности есть базовые, я вам их описал. А вот с точки зрения работы с потребностями, вы должны четко понимать, что вы, какую задачу вы решаете для, что конкретно случится в его жизни, да. Он получит дополнительные калории, там, или крышу над головой, или, там, социальный какой-то профит, да, вот, необходимые ему. И мотивы, по каким причинам он может это сделать. Как вы можете это выяснить? Значит, вы начинаете со своего собственного производственного коллектива. Соберите свой производственный коллектив и спросите его, почему бы им нужно было то, что вы производите. Значит, поскольку у всех людей разные жизненные ситуации, они вам предложат набор мотивов. Значит, дальше вы можете провести такое же исследование на, там, условно говоря, ограниченных выборках ваших потребителей, там, и так далее. Какую, какая причина ими движет, вот, почему они, вот, решают это что. Вот, и исходя из, как бы, вот, мотивов людей, да, а не из потребностей, вот, вы получите некий спектр, значит, из них вы можете выбрать более релевант, ну, более такие массовые причины, почему люди это делают. Это очень зависит от периода, да, потому что был период, когда там все вкладывали жилье, значит, был период, когда все перестали в него вкладываться, а потом снова стали в него вкладываться, да, стали рассматривать его как инвестиционный, например, там, или еще что-то. И это специфические моменты, в котором какие-то мотивы начинают приобретать особую, как бы, особую выраженность, вот, и вы можете действовать на эти максимально генерализованные мотивы, причины.